ребят всем добрый вечер кто есть кто откуда курск вон армуль москва москва с нами даже классно классно блин я правда думал народу чуть побольше сможет прийти про сейчас многие писали что тяжеловато кто работает у кого времени сейчас нет подойти тоже часовые пояса разные тяжеловато а с микрофоном только кекс как он есть ну разговаривать не особо люблю с компьютером он че я просто не знаю вот самой программы редкол особо вообще редко пользовался когда в игры играем и с парнями в основном на стримах через skype общались там просто качество получше мне нравится сам мужика это качество в то есть тоже договорили но еще пока не успел даже попользоваться здорово паха то есть в игре а еще раз только точно в игре в игре ну допустим меня сейчас пока в игре нет а у кого как справа сами грузится нормально блин я вот мне часто вопросы задают насчет как блин у меня вообще проблем с игрой никаких не произошло вот димон невский он взял недавно и ту горит у него там тут что-то лаганула там что-то чуть не пошло то есть подтупливает нормально говори нормально слышно это мне про мне в ноту пишут определиться через то через что общаться будет ли интегрирован т.с. привет извиняюсь вышли меня слышно да здорово на ровно настроился все привет всегда рейтинг просто да вот интересном самой игре будет ли что-нибудь подобное для общения как вот к с гоу там не знаю в других онлайн играх если мы поговорим про ефт и туда там будет рация сеть ну да вы это было вообще отлично стройно насколько она будет адекватно работать вот это вот вопрос что касается вот общения вот всегда ну вот скайп хороший скайп но он много ресурсов допустим есть если вот teamspeak одна из лучших программ примера да салась я просто не знаю даже как она работает она работает точно также нажимаешь кнопку и говоришь нет почему там тоже она может голосом активироваться кстати очень весьма адекватно на все это она реагирует то есть можно такой настроить до такой степени чтобы допустим у меня ребенок да по комнате бегает и допустим она вот рядом со мной если он говорит то у меня микрофон не включается если вот я говорю то микрофон включается очень сильный вы можно так настроить хорошо очень в этом плане но он требует непростого непростой установки то есть там нужно скачать клиента именно сервера и клиенты ими через которые общаться там в общем настройка такая достаточно тяжелая у кого роутера то через роутер интернетом пользуется то есть там надо проброску портов делать но это для сервера именно нужно но можно заморочиться меня вот например есть сервера вот не знаю правда как давно я его не запускал не знаю работает он сейчас не работает по идее должен работать чем не работать то мистер пандойт здорово читаем тебе насчет загрузки скупщика тоже да такие проблемы бывают вот у меня долго кстати он грузит и не с первого раза я бывает заканчиваю и по новой захожу да да то же сам ну и по поводу того что т.с. как интегрирован в армию да прикольная в армию и поигрываю бывает там да там классно слышно на самом деле а какие вообще планы там чем допустим опять этот непосредственно заниматься в твоем видении дар будет в моем видении но вообще первая задача это то что не придется долго искать партнеров с которым можно будет выйти поиграть то есть есть отряд есть сообщество нашел связался и пошел играть это очень удобно как мне кажется будет потом опять же снимать допустим видео интересные всякие вещи с вылазками на разные локации просто общаться даже внутри самого отряда попробовать выстроить какую-то студии там типа званий каких-то интересные вещи показанную как можно больше заниматься самой игрой и и показывать и самим как бы ну не знаю как это объяснить более так развиваться и развиваться и так сейчас придумаю слово правильное развиваться общаться блин опять же да повторюсь то что искать партнеров долго не придется будет много человек ну и ну и я просто еще не видел онлайн а даже не представляю как у них онлайн будет построен сколько человек на локации слышал такую цифру как 10 что 10 человек на локации если там 5 и секов 5 бировцев но это что-то типа матчмейкинга в кс го получится на 12 говорили вроде и до 64 64 человека на локации хотя не знаю какие карты будет на на быстрее смотрели которые мои был да я смотрел до смотри не говорили про это все четыре человека 64 человек получается на тогда на бесшовной карте на полностью на таркове но это батла такая кайта получается не он там получается 64 человека но интерес в чем там получать 103 стороны юсеки бировцы и дикие ну надо как вариант тогда это вот интересно будет если полностью по локации но это опять же какие-то точки какие-то вещи какие-то квесты надо будет выполнять защитить точку взять точку отобрать точку не знаю что мы такое я просто в арму поигрывал но блин там очень тяжело это очень долго надо разбираться на самом деле арма дарма такая жесткая игра но зато сама тактик зато сама тактика стрельбы его что именно это более такой тактический шутер вот что мне понравилось но здесь что то есть такое схожие то что как арма только с нашей атмосферы такой российской 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 советской меня вот интересует их не вот момент которые они пообещали какую-то так более продуманную проделанную экономическую составляющую вот этот момент интересует очень блин но насчет экономики да это они на самом деле вот как мне кажется это классно сделано и будучи вот я просто на форуме просматривал кланы отряды на данный момент получается что у нас самый многочисленный отряд такой получается есть даже смысл конечно экономику и подавить немножко если это получится если это можно будет сделать но как как я уже выше говорю мне этот момент интересует и я скорее всего непосредственно с этим вот как бы и буду побольше по большей степени время вот этому уделять то что я не знаю слышали про такой проект как он есть он был и есть stalker онлайн да 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 уже ужасненькая такая игрушка насколько я там наверно года два то я наверно не просидел просто вот на как бы атмосферность вот это нравится и вот это там поднимал как бы своего персонажа в качестве торговца и как бы я весь клан на этой теме все поднял бегал собирал там эти артефакты тут там и тут собирал перепокупал их там где они подороже стоят бегал там их продавал и уж сколько у нас плане допустим у нас даже база своя там была которая вот платная если курсе делал так нормально очень хорошо там в этом плане поднялись и вот тут вот я когда прочитал когда они пообещали такую систему торговли что можно будет даже как-то еще плюс влиять даже на это все и помимо этого мы еще как команда получаем склад кого определенный какой-то куда можно будет больше вещей там все это складировать и так далее просто они на самом деле очень мало как бы рассказывает об этой об экономике как бы непонятно на данный момент вообще что они хотят сделать что они готовы вообще сделать что они хотят реализовать и так далее пока вот поверхность то что вот мы знаем принципе мне очень интересный момент как думаете вот что касается торговли я тоже с удовольствием бы сделал бы уклонные на торговую составляющую чтобы торговать и внутри своего клана и с соседними кланами и вылазки делать за более дорогими и редкими вещами было бы интересно тоже отлично и на машина единомышленник есть да просто как получается я не знаю у меня комментарии на канале открыты под видео там escape from tarkov многие пишут что игра не выйдет провалится там кучу всякого говна льют ну большая часть этих людей даже кроме как скриншотов и видеозаписи и саму игру не видели не трогали да есть такой момент не спорю но с одной стороны что вы их не в их защиту как бы могу сказать я кому этот проект тоже очень сильно верю очень им сильно понравился я без раздумий вообще сразу за него его оплатил при заказал вот но уч последнее время если вот взять последний наверно может быть месяц полтора но абсолютно никаких как бы не новостей скажем так как бы ничего и тесты что нам дали тест ну просто бегать грубо говоря по локации да я не спорю сейчас тест то есть об игре в принципе говорить не стоит да как мы мы знали за что мы платили мы заплатили просто грубо говоря за альфа мы понимали что там будет но как можно допустим без онлайна что-то там ты просто бегать по карте убивать этих но в принципе все баги все уже все описали пора бы уже как бы и что-то уже новое вводить и вот в этот момент вот и приходит это осознание что а есть ли у них что-то такое что им можно это ввести сделать что это онлайн играбельная рабочая такой момент и вот как бы такой вот намек что и правда может быть у никто и толком то все нету ничего не я понимаю да что они с альфой либо они сильно рано выпустили либо сильные затянули вот есть такой момент само ощущение этого что как бы да сейчас все на месте стоит и обещают вот новый патч этот с улучшенной графикой с улучшенной оптимизацией кроме фотографий пока правда ничего не было написал этот как главного по завода забыл никита буянов 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 он на сегодня группе vk писал у их не типа будет большой патч очень да это вот слышал и опять же блин потерял мысль чем погодите секунды я извиняюсь на секундочку отойду звонит хорошо информация же была что закрытая бета будет либо в ноябре либо в декабре этот проскакивал момент такой но ноябрь начался все время пишет вот ноябрь где где бы это где бы то я просто даже не видел что он писал сейчас открою вкладку загляну посмотрю то что все это задерживают это нормально это порядке вещей но тоже хотя бы какую-то информацию там давали даже в том же вот это stalker онлайн взять насколько там вообще не адекватные люди ведь который комьюнити разработчики то может быть люди нормальные были но это были грубо говоря ну что вы собрались так сказать ребята просто его сказать давайте создадим да и начали создавать то есть там никакой не было профессиональной подготовки и так далее вот это там даже какими-то новостями чего-то кормили там подкидывали и как-то все это делали а тут же что-то но молчок какой-то абсолютный и все выдали две карты сколько мы там уже сколько мы там бегаем на него заполнилась на два с половиной месяца должны вместе можно подходят и как бы начатом при завезли пару стволов завезли пару прицелов но все там какая-то сделали как говорит оптимизацию какую-то да там было заметно что-то по поработали над оптимизацией все как бы больше ничего блин еще официальной группе зашел читать никита буянова кроме как его с днем рождения 4 ноября поздравляли никакой информации нет не о комментариях под постом писал сейчас заглянем там 400 комментариев там сложно будет найти его по лайкам на комментарии в этом по 15 лайков ему ставили то что он писал про большой патч сейчас попробуем найти так то есть равно если открыть стрим тоже вчера специально смотрел который был мой стрим у них упал игры уже было сделано то есть было и броня и все вот все прицелы которые сейчас только вот начинают водиться у них уже это все было полгода назад кажется у них уже все игра готова они просто не знаю чего не тянут а вот первый стрим у них когда там был то ли в марте то ли в апреле я помню провалился они да 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 я вот просто смотрел я думаю ё-моё я эту игру жду жду а тут как показали графика фигня все тупит лагает а вот когда уже второй стрима и показывали уже видно было что что-то такое серьезное проделали когда игру я запустил мне по крайней мере по раз как она выглядела у меня правда глюков первые три часа вообще никаких не произошло что очень удивительно был но кроме одного момента когда я дверь открыла немного в двери застрял что не застрял у меня вот единственно что из глюков было это то что у вас по-любому такое бывало когда берешь что-то из ящиков или двери открываешь он приседает что такое мнение не при не приседает а он как руку левую получает от ствола убирает из все следующие действия как бы заторможенно происходят то есть даже если ты дверь открываешь там какое-то время проходит потом только дверь открываете и анимации нету как будто на руковьете помолтала толкает там или тянет наоборот один раз застрял когда полз в кустах и в принципе все больше так и никаких что вроде бы и не было не припомните мне кажется у них просто проблема с тем чтобы вот это все организовать так чтобы это между собой работала как надо ну с одной стороны да и у меня тут вообще попалась информация еще за четырнадцатый год что этим проектом начинали заниматься всего три человека сейчас они разросли стремили меня она лекать это между собой комплектуют и скрипты нормально друг другу не вяжутся из-за этого все проблемы но игра сложная так но сильно амбициозно они подошли хотят что-то сделать такое особенно но с одной стороны все равно наступает такое время когда в какой-нибудь игре что-то новое такое прям это вставляют что потом он баню классно должно пройти ну по поводу реалистичность без окне и не что такое планировал полтора-два года тому назад хотели в движении реализовать потом 80 процентов всех своих желаний отказать потому что они знали как то должно работать вообще между собой они не смогли даже их большая студия не смогла все дело реализовать начать о чем речь о чем что что вот между собой что должно работать это немного не понимаем больше в этом моменте ну допустим у тебя пуля это физическая 3d модель которая должна лететь в которой есть проникающие способности есть объекты которые должны которые она пробивает которые она не пробивает есть объекты которые она частично пробивает и все это дело она между собой начинает конфликтовать когда одно с другим накладывается и тому подобное игра может быть виснуть правильно не пробивается не простреливаться и взять такую но все что угодно бронежилет тот же самый из пуля дроби дробинка его пробивает насквозь на вылет а пули с холошей его даже не царапает допустим а ясно но сейчас на данный момент вроде таких особых но хотя это тоже тестик нужно друг на друге а чё на ботах ты это не потестишь на ботах да игра с ботами это не такая игра будет просто с реальными людьми думаю будет более как-то щадящим то что боты это что-то не что они сделали блин порой вообще очень тяжело это все проходит вот и до боты ужасные просто теперь я был очень много и раз самую полю убивают вот там то и дело ты там тратишь берешь амуницию крутой отец одного выстрела в лицо пистолетом ты сдох ты как-то я три калаша так просрал с валом в итоге пистолетом бегу мало того что и сама они стреляют с этого пистолета там чуть ли не с пол карты прям в голову могут тебе дать и конечно как нельзя подходят тебе да но ко мне товарищ пришел он давно хотел поиграть сел конечно он все мое оружие туда и снес последняя вылазка была у него с голыми руками даже нож там оставил с голыми руками вышел правда он по этому складу бегал но долго он бегал на минут 7 он бегал но вот то что вакансии висят вот пишут что была инфа о том что у них постоянно висят вакансии на прием народа значит работа и тут же ну вакансии висят до заходили на официальный сайт требуется это много кто ну и в друзьях есть модератор который стал эмиссаром у меня есть общаемся вроде по общению с разработчиками работы ведутся и что тоже да должен скоро выйти патч хороший и вот эту инфаторство задумали что чтобы успокоить как бы народ и привлечь каких-то новых я вот понять не могу почему они ютюберов не могут нормально привлечь вот типа тебя дополнительно еще какие-то лояльных таких более-менее которых надо послушку проведут просто репортажи от себя дать им уникальные права там 4 4 аккаунта который будет без этого без подписи что и вести стримы для привлечения людей как бы до своего друга эмиссар я думаю все это будет вообще закрытые беты по вам можно будет уже снимать и смотреть я сам этой политики не понимаю то что альфа и там снимать нельзя и наказывают за это но у меня это уже второй аккаунт мой первый забанили то что за нарушение соглашения о неразглашении видео снимал ну я видео сама не снимал просто не ну не знаю просто словесно описал что там есть в альфа тесте у меня написал как раз тогда модератор этот который стал эмиссаром говорит я если я тебя нашел то тебе и другие найдут скорее всего на тебя уже написали но я лично не писал я потом в профиль не мог зайти все и и игра недоступна была поэтому я по новой купе тысяч воздух до каких воздух нормально допустим я за эти пять тысяч привлёк много людей народу именно допустим на канал и обратил внимание что будем заниматься тарковом то есть ну есть у меня возможность поэтому как бы особо не жалею так что наказание хорошее и я надеюсь что это наказание останется для читеров просто в тот же самый counter strike попадаются порой читеры это вообще я не знаю это жопа для игры чтобы не портилась самого представления об игре худшую сторону ну и радует то что не каждый школьник сможет позволить пока ну ты ну я не знаю для кого может 1600 дорого для кому что не сильно дорого но все равно цена такая как бы не маленькая особенно за такой незаконченный проект с одной стороны да но опять же в можно с одной стороны понять то что разработчики строили на голом энтузиазме главное чтобы у нас все было что они обещали в списке того что будет в полном комплекте ну получается полный комплект от прикольная вещь это тот же самый там агаф который позволит двери взломать я не верю проект как полностью бесплатно то есть купил и играй мне кажется донат не должен быть но адекватный наподобие того что можно там купить себе лицо заказать у разработчиков твое лицо сделать персонажа может мне кажется за тысячу полторы вполне реально там как бы подержать блин кстати как варианта ну это тут пишите кстати неплохой канал за game reviews там парень много воды льет конечно но и много вопроса разбирать смотрел твой мать его да я смотрел да я смотрю да тоже смотрела вам я с ним как бы связывался тут бета на форуме предлагали к себе его притянуть как бы не создает пока вроде клана ничего но я думаю можно с ним по пообщаться и к себе его заманить в одном интервью говорил о том что он не планирует создавать потому что у него каком слабые а потом он говорит что если он обновить себе ком то возможно он как бы задумывается о том чтобы создать там свою группу это я ему предлагаю давай создать свою группу там свое время вот так вполне можно его и просто к нам покинуть и ввести вам совместные репортажи ну да он кстати насчет игры он либо у него вот он акцентированно ведет получается тарков у меня как бы времени совсем так много нет что все это прям по полочкам разбирать а у него очень хорошо получается то есть он на данный момент самый такой топовый получается поиски from tarko обзорчик ну да он на нем был на нем поднялся так вот он просто ну как бы хорошо лояльно ведет обоснованно свои комментарии в игре интересно описывает хорошую нюхон голос тоже харизматич вот но у него с другими ничего не поняла чайцевые виду его компа наверное потому что он там что-то сделал стримы по call of duty 2 древний но это уже не интересно вот он ему ему вот онлайн ему очень нужен возможность транслировать а у меня с этим проблем просто нет как от нас в свое время на твой канал тоже вышел как раз таки через подобные видео с его канала я его начал смотреть это интервью по таркову и начал интересоваться этой игрой у меня просто как получилось я запустил альфу поиграл три часа меня там эмоции через край потому что я ждала увидел ну как я игру ждал но опять же я не строил там иллюзии каких-то думал сейчас как зайду очень много просто игр попадалось уже на бете которые тупят глючат откатывают зависают звук хреновый а тут в первую очередь вообще звук просто порадовал я не знаю лучше пока мне не попадался минут проработка звука там кастомизация оружия все вот ну видео сразу же записал закинул на youtube и она почему-то выбилась сразу же в топ и вот поэтому надо да и самую игру давно ждем вот я и там дмитрий невский это сколько уже больше года за игрока получается следим ждем ждем то что люди то что люди откликнулись вообще очень радует то что набираем обороты очень классно будет будет интересно будет там и кучу возможностей можно сразу перепилить видео на будущее если еще нельзя будет снимать был момент рассекречивания грубо говоря так всей ситуации не ну просто мне что на данный момент сейчас именно люди которые побывали на альфе и участвуют в альфа все реже-реже заходят потому что ждут мультиплеер именно онлайн составляющей получается так я сижу у меня просто все вещи прокаканы можно конечно выходить там потихоньку чего-нибудь вытаскивать но уже хочется посмотреть потрогать сам онлайн как ты будешь взаимодействовать с товарищами они вот ну реально как бы пусти тупо на том что есть сейчас онлайн хотя бы тупо в песочнице народ поколбасится с удовольствием будет на народ побежит в игру вот человек задает вопрос пандует он наверно не не видела игру не участвовать слышал мнение что графика кроме как оружие как у старого stalker правда или нет да нет не скажи я просто stalker 1 давно не видел но думаю графика гораздо не будет график графика на порядок вообще лучше а вообще что что происходит когда вышибаешь двери просто такой звук этот пылька летит вообще очень красивый сделал этот момент вот он не очень просто очень сильно запомнился да 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 вот вот над звуком поработали вообще шикарного отлично мое мнение сама со само ощущение атмосфера того что находишь там у отглаза раската выстрел короче получается классно мне допустим нравится вот зацепила и я вот в первом же ролике просто скриншотами сделал тогда видеоряд такой а на заднем плане именно перестрелка на заводе было с матами съебанным ниндзи и совсем-совсем с этим ребят я извиняюсь меня пригласили на сноуборде пойти покататься поеду покатаюсь хорошо давай вот рад был с вами встретиться это самое да тебе хотел это это самый шаги пиши постов там побольше я тебе писал там в личку в этом самом на форуме и ft вот пиши там набивай постов побольше ты же хотел там вы миссара вот и самые все эти там по лапин вы свое сообщество сдаст все это все ссылки сделаем и все там и продвинем тебя пойдешь туда просто мне писал один из эмиссаров который уже теперь эмиссар что ну там человека оставил ссылку что надо сделать для того чтобы меня пробили он говорит это как бы можно за это и по шее получить то есть самим получается формам надо быть поаккуратнее получается лучше в группе все это как бы делать я хочу им там на миссарс написать статью о том что если они хотят продвигать продукт то как я это ранее рассказал хочу это все дело писать предложить несколько ютюберов которым вот это все дать потому что ну да хорошо они там взяли модераторов бывших ну хорошо они успокаивают то комьюнити который уже есть нужно только которое должно прийти а его обеспечить только вы можете грубо говоря лояльные ютюберов у меня часто на стримах бывает там люди задают вопросы поиски from tarkov и тоже люди которые на стримах а что это за игра кто там что зачем почему то есть очень много народу еще которые даже не знают не слышали об этой игре но насчет ютуберов я думаю потом когда они там сделают бетку когда уже такие более топовые там ютуберы возьмутся то что многие ютуберы говорили что они сделали предзаказ но чтобы не портить репутацию каналом они про альфу ничего не рассказывает есть вот такая составляющая ну конечно но все равно мне кажется еще рано чтобы там не знаю давать модераторку может ну блин не модератор кая и миссар стану ютубером с одной стороны ютуберам чем хорошо на старте очень хороший толчок дадут просто очень хороший как у парагона это было допустим я просто помню когда играть еще можно было только тем кто там оплатил там какой-то пакет и сидел там человеку ему дали там 100 ключей к игре и вот он сидел там его народу смотрел там чуть ли не 100 тысяч блин это моё сидел ключи раздавал и я ну как я себе это вижу да как это должно быть как продвигать как привлекать новые комьюти к игре это вот реально взять лояльных ютуберов штук шесть нормально там есть популярных и тех которые вот так вы за game review дать вам возможность транслировать игру уже ну при при появлении нового пачева когда с онлайном ведут дать возможность транслировать игру но давать вам ключей на альпу и блин и столько народу будет просто толпы вот реально будет толпы народу новых которые будут покупать потому что они не получили ключи а там получил ключи будут визжать там брызгать слюной дате кому прям понравится это привлечет гораздо больше людей чем то что они сейчас занимаются ну да тут и с тобой соглашусь просто большая часть зрителей вот и подписчиков на канале в группе это люди которые интересуются именно игрой которым она интересна как и у game review тоже там это каналы акцентированные в основном на эту игру то да там на самом деле очень много желающих в игру поиграть ее потрогать на эти к ну сейчас это реально то количество людей которые в свое время услышали о таркове вот я случайно в январе этого года услышал об игре зашел куча обещаний услышал понял что да там очередное как бы радужное будущее которые скорее всего не сбудется следил 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 за проектом вот а потом уже когда начались реально видео выкладывать когда уже реально как бы появилась альфа и тогда поверил уже в более-менее проекты захотел поддержать ребят вот и а многие то так и забили потому что они там услышали также в январе там в декабре предыдущего года и кормили кормили они ждали ждали потом просто хрен забили да и все если если на этом всем делом так много не потерять это минус да их то что они очень рано все это начали выговаривать им бы да как один там из обзорщиков рассказывал и бы выставить проект на кикстартере чтобы собрать денег просто как они проекты сейчас уже и по всему миру за ним следят то есть вот они были как он в германии проходил выставка игровая блин games ком или как тоже не помню вот в вечер до геймском да 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 вот проходил там же лишь проверили там кто-то говорил глюки у них какие-то тоже были но это все-таки альфа но не знаю но многим понравилось именно то что вот даже без улучшенной графики без ничего а вот именно как сейчас выглядит то что в игре не всегда графика решала это ни для кого не секрет такой игре вообще графика ну второстепенная любой онлайн любая онлайн его игра она графика в ней второстепенно если бы они делали сингловую тогда да там все на максим все выкручивается онлайн игре все равно один хрен все все делают на средние минимальные настройки для максимального fps на это же папа трудно воевать ну pvp блин я просто вот жду именно как это все будет реализовано просто сами перестрелки не там очень атмосферное прям очень атмосферный и само ощущение того что ты от любой пули от любого рикошета может скопытиться не круто это вопрос 5 часов копаешься и потом умираешь за три минуты до в мдз там ну вот и именно само ощущение игры вот у меня тогда товарищ пришел сел он горит он в углу сидит и там где ты что ты зашкирился он горит и я сижу горит у меня очко дрожит найдут убьют на хер вот атмосфера классная и конечно да и немного под ну вот просто интересно дорабатывать не дорабатывают как будут люди в команде общаться не общаться опять же там 33 стороны это все-таки гораздо интереснее чем 2 2 то они всегда есть там красные и зеленые блин там друг против друга террористы контртеррориста здесь все-таки и все киберовцы дикие уже интересная вещь не идея не вывалили просто массу очень амбициозный красивый классный проект который многие ждали все хотят реализма это пока а за тут также арману арману настолько накрываем настолько она все равно во многих моментах позуально требовательные на грамм 5 даже у меня на моем компьютере она идет 30 fps почему-то и либо залочено либо что на именно 30 все больше либо склепали за два года контакта кладите за два года клевают у меня варну ольга и сетевой код очень криво написан и вообще оптимизация игры очень плохая то есть там беседа не умеет богеме не умеет работать на тут оптимизация игры у них очень сложно большое количество объектов тяжелая игра даже я говорю даже для моего железа но не сильно слабая но тяжеловато игра да не риал смотрел тоже самое арма 3 до тесты на 2 10 10 gtx 1080 процесс форма 7 все все задействовано железо там ну на 40 на 50 процентов и у игры максимально фпс там поднимался ну 770 а в основном 43 35 вот такой вот это сама игра такая но это как от юбисофт как эта игра вот только-только называли движен дивизион тоже там показывали и на средней карте на топовой карте количество фпс особо не меняется либо эта политика еще такая чтобы люди обновляли железо как можно чаще чтобы она как можно быстрее устаревала и за это есть такое ну они у папа и славки это же юбики они у по приставке сделали и сделали пока версию приблизительных приставку продаж по приставкам тоже были у компании я пока я только допустим по тарку заметил то что оперативной памяти подкушивает больше чем обычные до мыши его ждет на 12 12 гигабайт кушает на и все 8 не выкратил нам ультрах играешь а еще раз на ультрах играешь да полностью на ультра все выставил вообще все выкрутил что есть но у меня железо позволяет что-то а седьмой последний 980 ай понял ну сейчас тоже оперативы придет то что 16 уже как бы маловато еще порадовало писали вот я боялся вот не знаю видели игру арк сурвайвал и волк есть такая игра выживал да там же при минималке не травы нет ничего нет то есть ультра они даже проигрывают тем кто играет на меня мог потому что все видно вот в таркове обещают что даже на минималка будет трава и и растительность хорошие опять же тоже злополучная арма там выставляется вот на серверные настройки выставляются какие минимальные графические настройки на сервере и допустим даже выкрутив там на все на минимум у тебя все равно есть трава у тебя есть определенная дальность видимости и тени определенные тому подобное и этого никак не избавиться вот что-то вот у меня есть такие от отголоски что может разработчики и питались мотивации именно от армы потому что самая близкая к таркова играет ада там арма 3 но опять же она как и похоже так и нифига не похоже я близи склонен а я вот в дизе так и не играл даже не смотрел как-то и не довелось я даже потрогать 8 метр бомжа но пока у меня симулятор бомжа это филал 4 весь хлам таскаешь ну и просрал сейчас все деньги 8 метр бомжа щас всяких ламда собирать тоже продавать там я правда игрой сама не сталкивался если бы еще продавцы нормально работали а то меня веселин забил и сижу жду ну вот как получаете денег просто нет ну вот в таркове получается же будут и вот эти торговцы которые сейчас есть два штуки на работы и другие а также с разных кланов и торговцы будут магазин сразу как появится да и барыжи всем всем будем всем планам туда стаскивать но это да и на ну а так вот допустим как по мне я рассчитывал на тарков как в свое время stalker вышел и удивил всех что допустим украинские разработчики смогли сделать такую классную игру точно так же я надеюсь сейчас и на тарков есть такое самое те же самые надежды что вот наш проект такого масштаба как бы по задумке ну и как по мне мне нравится то что если он также выстрелит как допустим stalker плюс там кс гу плюс арма и ты стоишь у истоков то сможешь очень такую дат достойную нишу занять в самой игре ну вот саня пишет что я сомневался а потом все же купил верю у них и пока не жалею но у меня как бы тоже сожалению пока нет что касается игры ну вот то что затягивают да это немного калит конечно ждать и догонять так самые такие блин не очень позитивные эмоции 1 перестрел крит аж трясло я в брен первый раз вышел вообще даже ничего не зарядил взял пистолет обоим и патроны думал как в игре я нажал все перезарядился побежала два раза пришлось в туалете бомжа ножом резать блин раненый я его зарезал вышел и сдох на от кровотечения ну вот и после этого ты сидишь и думаешь да ну нафигля как круто на я просто не сталкивался с этим что люди от кровотечения умирают умирают от болевого шока вот это все здорово моби дик а мне кстати легкая не простреливали вот саня пишет а легкая когда простреливает это жесть как он храпит простреливали легкая кому-нибудь не знаю мне просто в грудах заработка давали и я падал но опять же я вот просто с технической точки не особо подкован многие опять же писали что выбрали неправильный движок как unity 5 например но юнити с оптимизации типа пишу плохо потому что все засильные на юнити построены он зато юнити будет выдержать большие карты вот я просто слышал что тарков хотят полностью сделать бесшовным так как и будет локациями именно выход так и полностью бесшовный по городу ходить своего рода получается типа серверов может какие-нибудь будет сделано либо 64 человека каждый будет как территорию там держать не знаю как это все будет сделано наш побыстрее в общем все сходятся в одном что пора уже пвп вводить хочется потрогать я бы что-то я бы интерфейс это одно и то же разнообразие по полностью интерфейс работала тоже кучу кнопок у меня и нет ничего не работают те попробовать что там вообще будет будем надеяться то что пока так задерживает то выйдет прям вообще огромный пакет чего-то такого прям масштабного чем по чуть-чуть но в этом есть эти по 100 процентов патч выйдет либо на этих либо на следующих выходных но тоже да вот и пока 20 числа должен выйти патч подождем подождем но обещали и пвп и закрытую бету ноябрь декабрь то что выход перенесли уже на следующий год тоже сто процентов допиливают утверждает саня чтобы не лажануть еще быстрее меня это последний стрим был пять месяцев назад да пока вот лучше вместо скриншотов они показали бы не знаю вот это стрим того что у них сейчас получилось раз обещают улучшение графики и улучшение оптимизации даже хотя вот у меня допустим я понимаю что там железо хорошее но оптимизация пока порадовал мне нет просадок сильных вообще такого я не заметил ни разу но вот то что саня пишет а то чуть что сразу столько грязи в них вот они не хотят рисковать но грязи летит конечно очень многое в сторону таркова блин там жопа просто что только не пишет вообще это опять же не знаю кто это пишет нигде не знаю но если ты можешь сделать лучше возьми сядь сделай лучше и бесплатно потом еще и и распространяй я даже вот есть у меня там дружественные каналы там код да винчи game этот ребят с работы вместе работаем тоже приобрели альфу и тоже пока не не разочаровались в игре тоже ждут пока выйдут как-то окружил себя людьми которые тоже ждут проект интересуются все время там общаемся что новое вышло что не выйдет а у кого вообще на каких настройках игра идет как вообще по просадкам не знаю по тупникам интересно просто много вопросов спрашивают на каком железе пойдет на каком не пойдет а то по тому железу что заявлено у них по системным требованиям там чуть ли не на компьютерах 2009 года сборки она пойдет на минималках я не знаю у меня просадки только по фпс когда меня разрешение в зависимость какое бы ни дел качество у меня просадки ну то есть fps не увеличивается не уменьшается да допустим я играю на 1600 на 900 потому что 1980 но мне не позволяет ну вот по 1600 что на ультра что на минималках у меня 40 fps ну по большому счету тарков это не как контра страйк где там fps и прям вообще как капец как решают здесь я даже не знаю какой стиль стрельбы здесь использовать на самом деле здесь как получается локацию можешь пройти и поперестреляю все можешь вообще втихаря пробежать как бы здесь на дайка который будет рулить по большому счету да да это еще при грамотной работе команды опять же выманивать и раскрывать противника зачистка здания а снайперы это сидела контролирует прикрывает издалека отстреливают входящих именно вот это вот и хочется уже потрогать там уже и по отряду будет более четкие такие как-то решение как все это что будет происходить как что будет выстраиваться до роли нормальные расписаны поисковики на носильщик снайпер да как димон там расписывал что распределить конечно было бы вот возможности вот как того game reviews там задавали вопрос можно ли сделать чтоб перекатывался либо там быстрее бегал носильщики например с рюкзаками бегали по не плут собирали другие на легкие прикрывали бегали быстрее там допустим выносливость получше было почему такое тоже было сделано так нет это все будет реализован только это все будет прокачиваться чем больше ты там ходишь но и носишь тяжести тем у тебя там выносливость будет больше прокачиваться я так полагаю я помню ну вот как и я читал и выбираешь ну вот там как рассказывали как прокачка примерно как вот в skyrim чем больше это определенное действие делаешь тем она у тебя более прокачанная становится но стоит тебе только с ним под завязать как персонаж начинает его забывать типа такого в точности как они сказали вот я просто так вот слышал и мне это вот на самом деле понравилось то есть вот человек у него есть определенный стиль игры он например там двери выбивает быстро бегает много носит все он крутой другой там например четко стреляет там с прицелки туда-сюда и свои особенности у каждой в общем получается персонаж подстраивается под твой стиль игры вот так вот как бы так сказать то что вот это они ввели если ты все потерял можешь зайти играть за диких тоже мне кажется вообще офигенная сама идея то что может сам силу-то на тягать все это по продавать опять закупился и продолжил играть а не тратишь сумасшедший донат на приобретение чего-либо так куда начать и не получится но донатить не получится получится если только у каких-нибудь опять же супер-пупер кланов покупать что-то вот не хочешь ты бегать вещи там собирать может эти вещи будешь три четыре дня собирать отдал там 100 200 рублей тебе легкую экипировку дали побежал дальше играть насчет этого вот экономическая система да это я думаю много кто и может это и продумал или вот 15 пачек сигарет за гранату зачем тебе 15 давай там 100 рублей эти гранаты давно вот такая вот вещь творится будет но это уже получается вне самой игры будет вот одна разобрать или карточку привязывать надо просто делать магазин вещей за реальные деньги да и все обычная вещь которую можно найти ну можно и купить за реальные деньги многие будут пользоваться поддерживать проект грубо говоря эти вещи ничего не не дают фактически торговая площадка на стиле ну да но опять же это опять отсылка потом лет к скинам да к оружию к амуниции персонажей персонажа хотя бы даже как варфейсе сделали хотя бы лица чтоб не бегать с одинаковыми лицами это вообще уже не знаю какой двадцатый век тогда получается одинаковыми лицами типа маски будут различные там раньше на контракт варсов были всякие эскизы там снайпер штурмовик джаггернаут грубо говоря то есть скорее всего вот это вот и ведут сюда он саня говорит они рисуют лица говорили вроде и они сказали доната не будет но на самом деле там вроде все предусмотрено чтобы доната не был туда и не стоит рассчитывать что игра станет сильно дешевле но не скажешь игра будет дорогая у меня это радует вот с одной стороны меня это очень сильно радует потому что на самом деле не будет вот это сильно маленьких песк лявых людей которые безумно там играют имеет чью-то мать там или еще что-то делает да это все фигняет не спасет сейчас если игра в лес выйдет начнутся взломы аккаунтов а потом они будут продавать за пол суммы как в дейзи игра стоит по 3000 а ему аккаунт за 100 рублей купить ну это понятно я уже видел в группах пишут ну и на неофициальный группах таркова типа продам аккаунт с полный комплекции запаса полсумы типа помощи игра говно тебя тип искал и продаю хз мощная бывает но я просто не знаю там же когда участвуешь в альфа вводишь код который привязывается к компьютеру или так брата вот не знаю моих можно много вводить он походу как 7 типа снегвард просто смс к приходит на почту и все подтверждение основу этот нормальный хайкеров и ты остановит делать чтобы была оплата с карт и припала ну это уже их там какие-то варианты все-таки тоже думаю люди в россии то живут они во многом тоже понимают как это все делается это в европе там как-то это сильно дико кажется когда-то там покупаешь какие-то ключи за полцены там по дешевке там привыкли за все это платить но них то и цены совсем другие у нас там отдать 5000 за это уже как бы серьезные такие затраты а кто-нибудь играл вообще этот контакт ворсия просто много слышал видео мне кидали бы так и не доходил до него было дело и как вообще игра вот так вот просто слышал что она браузерная то есть не надо скачать вконтакте сейчас в принципе уже все отжила свое учитывая то что многие браузеры перестали поддерживать unity то эта игра просто перестала быть популярным то есть на период 2000 12-го 14-го года она была на пике популярности то есть у нее почти все играли на данный момент уже вот тех кого знал перестали играть и читеров много стало интересно совсем стал но там же тоже слышал там и террогрупп там по ящикам были такие то есть это часть вселенная россия 2028 я просто мне представляю что это у них за вселенная вообще там политика что-то связанное вещи такие махинации компании там по отжатию военных точек в норвенской области вот этот все ну контракт вас уже идет после событий таркова так что вообще не планировали типа rush 2028 сделать но у них что-то не зашло это так нет у них уже наоборот по моему сначала идут контрактные войны то что вот эти вот все между собой сначала бились а сейчас у них задача оттуда уже просто уйти из этого города нафиг вроде как контрактные войны не только в таркере были то есть это уже как последствия войны идет это просто по тем бумагам что там пред представлены типа для завязки сюжета там сказано что остались бойцы юсек для защиты вот этих точек которые принадлежат террогрупп лапс и наше якобы правительство втихаря создало бировцев которые должны забрать там оставшиеся документы и расследовать чем они там на самом деле занимались именно вот это вложено в сюжет но тогда вопрос да мне там задавали а причем тогда здесь и побег из таркова кто должен убегать я просто не знаю там же получается в стиле сюжетка сама сюжетка дать ну просто самого начала слышал что в таркове будет сюжетка на два человека рассчитана даже кооперативным прохождением и вот мультиплеер хорошая добрая сюжета тоже хотелось бы проиграть по тарков ну прям хорошая что я не знаю это нечто но опять же там же сюжетку обещали что надо будет проходить одному забировца другого за юсека который там потом раскроет секрет заговора какого-то что их обоих якобы используют такая что но это давно давно ты вот еще как раз этим меня и зацепил то что вдвоем проходишь сюжетку это вообще сейчас очень редко в каких играх это встречается вот опять же ждем игру host recon wildlands где в четвером можно будет миссии проходить ну да но это опять любите и блины я не знаю сейчас они по наобещали там тоже стрим короба посмотрим вот интересно мне ну вот сама задумка тоже опять же интересно автор к ви интересно чем то что ты играешь сам и тебя окружает опять же люди все твои враги люди вообще вот что интересно сейчас с ботами да они там такое чувство что это боты тире читеры какие-то там игры на самом деле в это очень тяжело но не глупые по крайней мере очень не глупые кстати этот со звуками движений с ботов всех нормально потому что я допустим не ощущаю с какой стороны у меня баба подходит я услышу но у меня звуки постоянно смотрю в одну . но они меня постоянно рад то в одном учита в другом муки блины и какую сторону вертеться непонятно получилось как там есть такое а у меня было стояли вот на заводе езде по перекрытиям бежишь ну меж этажей и вот встал ну как бывает между первым и вторым этажом как будто площадка это и слышно что идут справа идут сверху или снизу как бы но это да там при стереозвучание эффект такого добьешься где вот там идут сверху или снизу опять же не услышала так я не знаю мне не было пока проблем откуда бегут слышно или от направлений быстро допустим тоже не всегда понимаю откуда по всех играх мне нормально у старту и блины постоянно я думаю может фишка все именно их обработки звука как говорится вот на улице тоже когда вертолет летит ты не сразу определяешь с какой стороны он летит потому что отдается раздается может такая фишка там присутствует но как предположение либо глюк сколько всего выходов можно есть скажу честно я еще ни разу не выходил ни из одной локации два выхода понятно вот тоже два выхода забор шоу и возникает вопрос может какой-то из этих выходов будем держать случае если будем играть на таможне ну вот саня пишет он таможне три выхода просто как и я не знаю как разработчики будут делать pvp составляющей если там будет удержать нот как будет удержание точки не знаю там со сопровождение груза как-то вот может так будет все разделено тогда там опять же с зависимости от каждой операции своя свой порядок действий туда на таможне блин я не так почитал на таможне 3 выхода на заводе 2 заводе только один нашел не на заводе тоже два выхода на таможне 3 не знаю один в подвале за этими большими баками точнее здание больших баку таки и второй выход который я знаю он пересечении пути дороги да ну там заправка типа того король я понял я до заправки доходил у меня я одного клал в меня в меня меня клал 2 это раза три на на такая фигня меня получалось то есть я был очень близок не до заправки которая центральная то которая находится справа от движения цена да обычно этот инвентарь забивал и тупо выходил а третий за ангарами там зарослях он как бы между нами и горами которые получается ну короче задал вас описать наконец-то сначала писал заходишь через забор вот в дырку в заборе идешь направо там ну где они обычно там сидят эти дикие получается вот где всякие трубы вот это вот и получается налево вот ангар где еще вот знаете была в группе скрин такой сказать там лампа стояла на стали вот этот ангар кто помнит как бы так объяснить это ли это вот этот ангар и рядом с ним левый слева ангар вот за этим ангаром что левее находится сзади там заходишь там я сначала сам не сначала ну не нашел вот идешь и там блин такую дерево деревья стоит все и он стоит получается выход надо обойти как бы вокруг и там решеткой нужно по дорожке идти четко по дорожке там чисто тропинка а вокруг валяется колючка если ты наступишь то есть ногам хана и вот приходится там по тропинке и тена такая извилистая блин и тогда находишь его я сам не сначала не нашел потом вижу тропиночка вижу решетка валяну сетки валяются колючка ну и пошел вроде нашел моего долго искал что у нас так и тогда на заводе второй выход на заводе второй выход как респаунишься и направо идешь получается там если ключ есть открываешь там подходишь в дверь бывает выбить ее то есть ничего не можешь сделать я исключить ты сразу выходишь можешь сказать где ты респаунишься справа там буквально пару дверей проходишь вот тебе выход нужен ключ который блин или у торговцев или найти на ключ нужен тоже к левой двери которого спамился и налево ведешь за получать ну в конец завода нас и другой стране да 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 не нами никаких ключей не было это может потом нужен будет не знаю скучата дверь не открывается у меня все открывается открыл зашел раз выход это справа получается купил у торговца это ключ от завода там выход от аварии аварийная дверь завода вроде так называется ключ и выходишь спокойно а кстати сейчас не использую прицел и потому что у меня фризы постоянную когда включаю оптику у меня постоянно при вы приходите коллиматорами пользуются вот я заметил прям такое торможение секунды две-три блин и вот после этого еще так шатает резкие рывки а потом нормально дискомфорт а он там раз за кусты зашел все неудобно вот тут ордидас спрашивает что будет если пройти локацию но сейчас я еще не буду я так понимаю вот это и экран появляется со статистикой да там опыта сколько получил а вот в самой игре что будет но по идее откроются другие локации не дитя не будем померили обновлять кстати есть имеют в самой уже есть забиты эти если зайти персонажи там уже есть забиты какие-то прокачки которые ты никак не влияешь там уже персонаж ищи прокачиваю если не смотрел но есть перки до у персонажа получается ты это и меньше да 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 то что ты не не с нулевыми этими бегаешь там жизнями владением оружия и тому подобное а у тебя уже какие-то есть это когда про диких говорили что и когда будешь выбирать игру за диких тебе будет рандомно попадаться дикие с рандомной амуниции с рандомными вот этими перками прокачкой определенных перков ну и правда будет интересно все ли вещи которые ты берешь с собой их могут забрать потому что сейчас на альфе получается ты теряешь только то что у тебя было в руках говорили что будет все полностью без тебя полностью набор падает ты этот набор сможет частично застраховывать если вы никто не подобрал тебе он возвращается возвращают страхуешь ты его за деньги там игровые она понял это примерно как вот игра есть star citizen там страхуешь корабль если его там разбомбили но он правда реальных денег стоит просто сама игра якобы бесплатная но звездолеты стоят денег да я самое важное буду вложить в этот защищенный кейс хоть и на маленькие четыре клетки ну вот что да босс со мной еще на по моему больше ну может можно будет расширять не знаю но пока 44 это мало мне вообще кажется сейчас вот даже сам свой схрон этаж обычный стандартный это не тот схрон который будет у тех кто купил игру там за 2600 за 3600 за 5000 10 на 20 сейчас стандартный но стандартный потому что я просто как у товарища 4k монитор у него там вообще такая хоп маленькая такая писюлька это сейчас там но на full hd допустим играешь там шевелить надо влево вправо она 4k мониторе вообще-то маленький такой хлоп но ты и интересуется какую купить комплектацию за 2600 или за 3600 вот кто бы что посоветовал мне кажется это как бы посмотреть по комплектации у кого какие желания я только купил за 5000 ты только потому что хотел денег разработчикам на проект дастся мне этот малагав который я собой даже в игру наверно никогда в жизни не возьму потому что я побоюсь его потерять зинзик чё блин давай заходим еще этот рюкзак большой эти не слышу из-за радкола там ссылка есть скачивай регистрируйся и заходи в гостиную в группе я кидал ссылку где скачать радкол я эту камочку распробовал мне так понравилось вот кстати тоже этот game review заговорил что они не он кого-то из разработчиков смотрел они делали обзор полное оружие что типа м к такая типа якобы пока что то побудут ли урезки вот этого оружия с другой стороны если они делают это реалистичную баллистику то что там урезать чего еще раз я не расслышал ли фонит или что или вдвоем просто друг другу перебил перебили друг другу игром ну на мой взгляд а наполнил соответствую своим характеристикам то что там малая отдача большая кучность да вот я допустим опять же вот для человека который не знает как определиться с каким набором я допустим брал за 5000 потому что хотел альфу посмотреть вот просто ждал альфу посмотреть денег мне не жалко там и разработчикам но вот именно чтобы поучаствовать в альфе чтобы побыть одним из первых и говорится ну да тоже есть такой момент ну а так для человека который хочет поиграть на данный момент я допустим бы рекомендовал 2 600 и более увеличенный размер схрона и вроде бы не так дорого ну да там сейчас эти за 2 600 тоже я слышал что присылают включить тем как брал за 2 6 за 5 процентный шанс для тех кто за 3 600 брал 50 процентный шанс а вот кто за 5 100 процентов участвует по моему лучше просто дождаться сейчас бетки и потом уже делать покупать или нет да да вот для тех кто думает лучше подождать бету который можно будет снимать хотя бы чтоб можно было посмотреть что было а то сейчас два лагеря да 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 ну а в быту еще можно и за тысячи слышу зиндзик у меня работа 820 синий качай синий это в это в бету только чего она тут оператор парю в збт вроде тоже за 1600 можно попасть или это только в этом а сейчас посмотрю даже ради интерес написано что гарантированное участие в бета-тесте открытый или закрытый там такой пометки нет и мне кстати писали люди которые брали за 3 600 и и участвуют правда те кто брали за 2 600 еще никто не написал участвует они кто-нибудь хотя бы или нет в альфа по ходу за меньшей можно больше шансов попасть хотя вот я смотрел блин мало кто пишет что за вот за сколько до 600 но мистер пандует пишет что у него за 2 600 и он не попал все-таки маленький на вашу почту с другой стороны я вот в этом году взял тупо даже скажу но мэн скай и мафия 3 но мэн скай обошелся 2000 рублей мафия 3 2000 рублей 4 тысячи рублей что одна игра что вторая вообще моих ожиданий никак не папа мафио пострали вообще полный ну кто стрима по мафии когда ее обматюкал выключил стрим и пошел спать смотрел там просто все отражение зеркала нет показывали там как графику улучшили чисто какие то пацаны там увидел я в шоке был блин что делай разрабы что как бить или сделали просто улучшили игру в разы так просто как мне не понравилось то что там сложность прохождение игры увеличили чем увеличением ботов на локации все все это все тут мафия вообще это сюжет очень хороший сюжет это можно кино по нему снимать поиграл это блин а то удовольствие а тут что-то варят за пароль и какие-то захваты точек если вот точек такую не было никогда в мафии зиндик то есть ты вообще отстойную как у мафии прошло при пикере два часа побегал тебя в редколе не слышно там на кнопку посмотри в настройках кнопку когда прожимаешь и говоришь игра просто получилось потому что дали какие-то бледные и вот результат игра в общем слабоватая вышла очень слабая вот поэтому я и говорю я отдал за номен sky 2000 за мафию 3 это две полные игры которые вышли и удовольствие допустим от escape from тарков я получил больше зиндик зиндик давай говори у тебя в микрофончик горел ты мы тебя должны были слышать если чё вот сейчас слышно да я скайп выключаю попробуй сейчас и был тихо там же можно да здесь как-то громкость сделать чувствительность микрофона конечно вот тоже вот зиндик он трогал он нашел выход с локации правда как там на на пв еда или как там но без ботов а вот у меня без ботов очень только когда там за пора нет ничего деньги кончились все кончилось то надо пособирать тут а так всегда только с ботами так тестить как-то находится зискал будет шестой мир просто бездонно прямо подходить зиму на заводе собрали ботов ребят все попробую короче убить всех убить таможни плед не знаю там двоих по сцене у меня там сейчас по тому же бегу у меня 55 работа была на заправке ну как бы положил с мостами железнодорожного без проблем ну бывает что нет не всегда на заводе а на самом заводе вообще элементарным там просто засиживаешься где появляешься за бочки вот стреляешь ты в первого же либо куда угодно они все сбегаются в эту дверь они сразу появляются сразу слева там одна дверь вторая дверь и там коридор так вот и повыдеваете там они будут получать средства и вот слева дверь открываем такой коридорчик и еще слева дверь и тут заходит такой коридор получается направо да и вот в этом коридоре где-то 2 или 3 бота появляется блин бывает что с дробашом блин не успеваешь его с первого раза положить он сразу разворачиваться тебя и шприпты кого я продолжу я придался за бочками только на секунду вылез и у меня просто издалека с дроби башбан и все нашли вообще исполнить броник один раз не выдержит пока и выдержит попадание у меня шлем с этим восстановился не было 20 процентов теперь стоит 100 и 100 уже 0 и броника кстати также восстанавливается и надо покупать венди и ты ее на себе носи сендей громкость ищет может сама громкость именно на компьютере сбилась на микрофоне смотри в звуке когда-то может скупчик заработать не могу блин он долго грузит вот допустим прапорщик еще ладно второй тот долго у меня допустим все очень долго грузит я загрузил его просто синхронизацию жду чтобы продать ему что-то он кровь всем удачи я пошел хорошо спасибо что заглянул давай сенька в общем в целом какую оценку кто может поставить по десятибалльной шкале потому что он увидел на альфе допустим вот опять чего отталкиваться ну допустим отличных ожиданий альфы не а полностью проекте семерочку гидон 6 поставил блин мне мне сложно судить потому это альфа вот реально альфа мне сложно судить именно ты судил в пределах альфы то есть чтобы ну дальше ничего не будет читаю вот сейчас готова продукт как ты сталкивался с альфа версиями каких-нибудь игр с альфы бета версиями незаконченными дэйзи ну и даже если ее сравнивать с ее там багами лагами оптимизациями ну вот просто я просто дэйзи не играл я вот тоже склоняюсь больше там к семерке восьмерке это вообще помойку за три года оптимизации даже не сделали выход нашел и выход на там уровне которым не знал но онлайн да не играет в котором она сейчас если его брать как за конец если результат то это 4 я поставлю 4 если это выбрать я поставлю 8 ну просто многие там типа вот не дали онлайн не дали там то не дали все так смотрим уже но сейчас альфу далее чтобы убрать лаги конечно там если они сами бы этим занимались выявлением этих лагов это я не знаю сколько времени у них ушло а так они что дают они нам еще нашли они сделали первый стрим потом второй и вот за этот промежуток там два месяца буквально не сказали что более там 600 с чем-то ошибок убрали это проведя всего лишь один стрим со со самым как говорится когда еще будет стрим через уход не знаю не знаю угодно уже прошло стрима 1 они выкатили без всяких стримов без без всяких анонсов практически просто взял бумажей сгиблим заранился выкатывать как сейчас в ноябре должна должен быть патч и шаг ничего даже не пишет как выкатят блять на 5 его ну и все офигеют сразу чё там по напихать все полет и полетят и вообще упадет тарков тарков рухнет и и полетят покупай когда будет онлайн когда будет онлайн и его покажут да по-любому что на будки вы там стресс-тест серверов не знаю тут это пишет надеюсь тут нет подсадных уток а то за все эти обсуждения а кстати да на не забанят и у нас и среди на же есть никто не участвует в альты пишут город засыпает просыпается мафия ну а что здесь получается практически то же самое что на форуме вся же информация для фуану есть информация чисто для альфа тестеров которые можно там да видос конечно сами показали что там не знаю скрывать с багами мы же не скидываем ни скриншотов мы не разглашаем выход из локации известную даже в группе вконтакте об этом писали и ничего страшного никого не забанит то есть это не дает геймплей составляющей то что три выхода там два входа особо даже то что я говорю на альфе сейчас имеется не дает даже полного представления о самой игре как она будет выглядеть когда будет онлайн полноценный то есть мы даже сейчас получается не за может процентов 15 20 сама игры ты и видим именно физику чуть оружие чуть того чуть того но не целиком все получается я бы допустим с удовольствием посмотрел бы на самый город с многоэтажками мне вот эта локация очень интересует я кстати очень надеюсь что будет какая-то огромнейшее здание торгового центра либо этот гостиница со всеми этажами действующими вот не в нем побегать как локация просто сама здания да именно уже здесь получается такой ближний бой никаких там дальних перестрелок а тут уже такие без снайперов без ничего просто кто как в комнату гранату закинул комп пускай щемит собрать и как-то кинула в косяк и обратно допустим такая вещь вот можно да там друг с другом да кто в отряде находится общаться можно ли было пищи на кнопку нажимаешь чтобы и кричать вот так вот напрямую врагу как как в игре на сука вот кидаешь он держи сука подарок ну а вот так вот если самому кричать или записать допустим возможность порой ну ты делаешь выстрел и нажимаешь на y он произносит фраз что-нибудь не пробовал ты 5 3 фразы сказать я на там все там такой блин просто нажимать просто если нажимаешь на там у стремное местечко а когда выстрелить и начинаешь нажимать он там такие фразы выкидывает просто хрень и ну я нажимал нажимал до слушал атака пускаюсь на завод с батами будем ожидались убью ожидать выходит будем именно новый до одного дополнения блин вот сейчас я говорю что касается именно самого отряда его действие это все будет отталкиваться уже от закрытой бетки желательно с онлайном плюс в том что сейчас уже более-менее начинаем состыковываться хотя бы есть с кем выходить сыгрываться и тестить ну так как говорят чтобы более на открытой же бетки говорят можно будет получается любой человек может ее установить потрогать определенное количество времени и все тогда вот может ажиотаж и либо упадет либо наоборот очень сильно возрастет ну то что касается сборов вместе выйти и порейдить то это обязательно чем я думаю будет плюс того что вот они ведут потому что коллективом коллективно там наберет три человека 4 идти вот по локации искать баги это будет как бы удобнее то что ты что-то есть у кого-то компьютеры разных инфигурации разные на разы конфигурации будет больше багов сразу пойдет плюс мы играли бывает этот слышишь наверно seven days to die ну вот даже такая конфигурация компьютера вон как у меня там а и 767 2 0 к 980 ти ай там 16 гигов оперативы толпа зомби и fps падал до 7 и лаги были сумасшедшие ты с мотоцикла слезаешь у тебя руки за спиной вместе с пистолетом как-то так там глюков по чем море хотел это альфа была до но уже альфа была по крайней мере с онлайном с онлайном так у нас один минус 2 игра в прямом эфире для всех участников группы а таблицы рангов какие-нибудь никто не слышал будет там кем-нибудь потому что человек ну я не замужки там будут супер пупер операции кита проводится мне кажется ранги заведут то ну как это обычно бывает на первом ранге его будут все хотите убить то всегда было такое что всегда самых лучших игроков и данных под фокус берут поэтому мне кажется если ранги они ну и кто-то попросит вести то они раза три подумают о том вводить это или нет это будет мне кажется мешать потом дальнейшем игре джеранги для того чтобы люди с определенным опытом в игре встречались люди с людьми с таким же опытом в игре но это не знаю что договорились что не может такое что вот ты зашел с пистолетом а там будут все блин там экипированы что прям шей будет автоматом чтобы на равных более или менее на равных условиях с выходом уже онлайн а там сколько человек останется у нас в отряде будет ли столько же много если столько же многое будет и еще больше то я думаю особых трудностей секс экипировкой с вещами мы испытывать не должны будем и ну вот даже вот этот пак берешь там же и пистолета тебе все то есть начали и как бы с голыми руками не останешься по-любому как еще двое осталось и совсем не самый сложный для меня здоровья ком тип остался вроде еще и еще какой-то у меня последует пандует пишет было бы круто чтобы в игре сделали как в сталкере pda или что-то вроде пейджера чтобы новости приходили о том кто-то откинулся на локации кто-то пошел нашел выход рейтинг человека повысился что например ну топ 100 я не знаю если смысл рейтинговые такие таблицы делать тоже какие-то если escape from tark выйдет типа как бы на киберспортивную к это площадку вообще блин нишу будет пытаться занять то там нам не надо будет топ 100 там кланы всякая группировки не знаю ну сейчас мне карты прикольнуло что можно вот отмечать места подписывать что-то там например спрятал что-то это блин правда если грохнут то твоя карта попадет кому-то этом все помечено ну блин вот это мне пора скажем дети все пометки ставить очень удобно так по баллу по блять о все все художеств идет не делишь с автоматом и прям как на автомат капли каплю да 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 очень красиво получается вот еще заметил что на дожди как линит вообще камбе эту вещь собираются за полностью вводить то что и осечки будут и клины будут и все 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 вот это пока вот с калашом играл калаш вообще не клинику меня не было такого чтобы заход один раз за все время там что-то случилось патрон передернул зато все а так в основном может вот я помню даже для прикола отстрелял в 6 нашел в магазина 60 патронов я стрелял 4 магазина вот без остановки ни разу не заклинил а м к это просто жопа на втором магазине уже блин просто клин заклинил этом счет как-то блин по какой-то типа пока скрипту то есть от дробовик например я всегда делаю выстрел заряжая патрон и тут же еще жму выстрела он тут же его то есть как клин устраняет потому что блин я уже запомнил все клины уже знаю когда нужно просто нажать вы чтобы он выкинул этот клин патрон то есть лишний бываешь выскакиваешь такой вот он стоит и жмешь он еще щелк пули и вылетен он патрон передернул блин пока ты его передергиваешь он разворачиваться убивает блин это пипец таких моментов было куча тут вот спрашивает ребят там нужно оружие очистить она имеет некий ресурс но типа разрушается не разрушается и я такого не видел пока это не задействовано сказали чтобы это в интервью оружие надо брать там то есть ну там его смотрел сейчас неактивно риму то есть будет ремонта что в нем будет я не знаю но там у него будет износ там все это там какая-то школа понятно типа что-то типа замены пружины там вот это поршни и фигуршни и бойкова этого блин устройства ну он говорил что даже везут оружие меняться то есть потёртый потёртый что-то такое не носли прям но это как и сейчас им как общая часть игры то вроде как сделано это шутер составляющая вот эти уже всякие нюансики на них же наверно больше всего времени то и уходит чтобы ввести этот нюанс как он будет именно на игре отражаться сам-то шутер запилить наверно не сильно тяжело а вот довести все это до ума до такого до какого они хотят по крайней мере вот кстати по поводу довести игру до дома там и тому как подобно все хорошие игры они основывались когда было много деталей в мелочах вот когда мелочи прочитаны проделана вот когда у людей вызывает этом восторгу а если обычные общие стандартные какие-то принятые вещи делаются то они обычно проходные проекты какие ну вот допустим после black ops первого колодите я больше так и не усаживался потому что от серии к серии все одно и то же ничего особо нового нет action перестрелка action перестрелка и все и последние который сыграл black ops 2 все больше потом я смотрю там все куда ты в космос потянула уже все опять же нас теперь как потребителей все сложнее и сложнее чем-то удивить к чему-то привлечь свое внимание и чем-то тем более удивиться не а тенденции это тоже как шли сначала все игры упрощались максимально в итоге скатил за двухкнопочных каких-то там проекта да ну а кнопка б нажми вот а сейчас наоборот пошел запрос именно на сложные игры люди хотят какие-то сложные харкорные более сейчас же все равно пошла на выживалки на эти очень много выживательных таких проектов стала выпускать готовится концу света а вот flash point например тоже были не помню red river играл красная река тоже бы мне понравилась такая реалистичная кто не пробовал блин я слышал только не удавилась попробовать там ранения в ногу там все такая блин сложная там потому что ну большие карты это все пешком бегаешь блин сложно конечно нет ни машине хрена там можно найти машину но это пипец как редко и тоже убивает просто пару выстрелов там попали попали а блин пропец кровотечения там медик подбегает лечить и ночь на эту ногу перебинтовый начинаешь хромать все такое такое телеса нарисован она в углу там все нарисовано что у тебя повреждено такая игра мне понравилось и сложная блин долго проходил прошло но очень сложная я хоть по полгу тому назад скачивал тоже побегу побегу ну блин уже устарелка и как игра называется как-то еще раз как на слышь point flash 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 point redriver но этого нет арбандой более подниверсия он каким связаны redragon по моему нахтами бывает просто часто она просто и на консоли есть вторая часть а redriver то и вот она последний сама последний было ну на тот момент когда как раз на река там блин сложно конечно вот redriver redragon она как-то по это нет подожди драган драган это с китайцем с китайцами redriver там как с какими-то душманами вроде бы не но я все равно поклоню там много кузовальщины вот в этом плане там очень я полгода тому назад я помню что дано там вы как реалистично тому подобное начал начал играть ну тебя ранили к тебе медик подбежал постоял над тобой ну как бабу как баттлфилде до постоянного 2 минут там тоже техника танки все блин там захватить танк для меня было я так хотел на танки покататься они все какие-то блин заняты кем-то потом я как-то сел за какой-то бтр блин там тоже такой блин интересно а вот на нем сидела вот интересно в таркове можно ли будет сделать так что пока один человек допустим отстреливается другой его как-то лечит там не знаю бинт жгут обещали пока только скидывать можно больше ни хрена а то просто было бы интересно с одной стороны было бы прикольно смотри как бы я и об этой аду задумку реализовал то есть подходишь к персу вот как двери там появляется менюшка мини и действует опытаешь персу на время товарищ тем появляться типа обмен там или еще что-нибудь там дать этого дать и устранить кровотечение там колоть морфий полный набор то есть сам отряд сам решает кто кем если что будет играть и взаимозаменяемыми такими личностями быть опять же то есть чем больше дают даже вариантов игрокам самим строить свою игру это что же прикольно на самом деле чем идти по накатанной да 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 блин у я просто вот сижу до сих пор думаю блин про локацию на 64 человека на три группировки даже прин это это очень сильно это очень внимательно за замесы подики так и замес это так гири это если будет если мы берем локацию если взять локацию наподобие таможни это да это до хренища 64 человек ну насколько будут другие локации как допустим тоже сам сам тарков вот насколько он будет большая локация познает я не знаю даже не встречал нам вот дали вроде как завод это не самая большая локация он есть не самая маленькая надеюсь или самая маленькая производится можно родить по моему лика а вот таможня но она сама по себе большая но как бы она такая вроде как коридорная они там может тоже маленькая блокация ну а по меркам современных игр она достаточно маленькая это даже не одна одна не одна четвертая карта там батал филдовский тоже самый какой-нибудь но все равно она маленькая лежать ее задолбаешься бежишь бежишь блин тут все основной будет на лук завязано что вот общагу облутать это блин я первый раз я лутал я наверно часа полтора точно и и облазил полость часа полтора вот я просил тоже общать один а когда отряды первый раз к прорываю играешь да понятно у меня таможню занимает минут пять десять обойти всю то что не надо тоже знаю мне примерно также если бежать но там знаешь ты не пробежишь я за пять минут уже с игроками тебя просто положишь уже я хотел сказать что с игроками тут уже будет немного совсем другая они уже не по мосту а вот мосту тень и кому бы то не приходили прямо в таможню это в офисное горели петель я не больно учить да 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 и этот блин вообще не ждал а не пошел в сейф обыскать но за тут в двери стоит стреляет кричит ах ты падла я смотрю не понял сейчас думал это мне показалось не что у меня положил короче я в шоке просто это не было вас никогда здесь вообще ни разу вообще я даже автомат не доставал просто ножом наш бегал так что по-быренькому я тоже загрузился пошел покой покурил дошел до какого-то есть ящика начинаю открывать открыл закрыл посмотрел голову поворачивать москва и бред я я попрыгнул подчеркиваю подходит главное сука начинает крики вот я поднимаюсь и вот второй раз уже встретил он на ступеньке я поднимаюсь начиная дверь открывать и тут начинает он стрелять он вроде здраво башон сайкой не помню блин ну и начинаю у него стрелять для бэмэ сажен все сатив а херю знает убил его и не убил выхожу блин трясусь весь блять 30 патронов осталось спускаясь блять нету нигде а короче подбил его он лишь кровотечение он блять куда-то отвалил и завалился в кустах блять а я бегал вокруг в кустах нашел потом были наверное его минут 15 точно искал вот это самое что он может уйти куда-нибудь его потом попробуй найди и вот это не сомнение перестрелка там в общаге было без трек облашки где так уже это надеюсь у группы в кусты забежал и все и жду его и жду вот минуту-две нет сука а боюсь выходить вдруг он сидит там подхожу блять выгляду нету ухожу да где ты сука и страшно постоянно пока его труп и но не увидел блять не было стрёмно вообще прям очень стрёмно я ходил где-то где-то думаю сейчас как-нибудь сзади не что-то он подойдет атмосферу а вот вся фишка а вот когда будут реальные игроки ты боишься и он боится когда убиваешь тебя ну ты ты говоришь какую-то реплику надеюсь это уберут уберут потому чтобы не знать велика убилка или нет но тут у меня он не всегда говорит вашу скажет готовить на кнопка плавится мёртвым человек подходит посмотреть имер ты нет этого пистолета в лицо на нахрен ну или или знаешь вы будут добивание просто лика или хотя бы или хотя бы тебя ранили да вот ты лежишь я я не знаю в какой-то игре было ты вот лежишь вроде но можешь пистолетом отстреливаться просто ну а выглядишь ты просто лежачий а действует одна рука и голова а тебе надо чтобы успели за это время подбежать там хоть как-то брендом перебинтовать ну вот у меня как-то было я не знаю это было ли бах или что-то мне перебили и две ноги две руки и мой перец просто упал и лежал и такой знаете дышит блин и короче и боты подошли меня в итоге впритык положили вот мне один раз такое было или это был бах или это реально мы просто перебили ноги и руки я не мог ничего сделать не достать отечку ничего просто у меня перс упал и лежал блин знаете так боком лежит экран боком типа и он задыхается от страха его колбасит звук блин и я думаю я ничего не я нажимаю на кнопки он не реагирует просто меня подошли убили или знает то есть убавку что за него такого не было у меня не было но он многие много чего пишет то есть тоже можешь всего не увидеть что было на самом деле ну как какими смертями ты можешь умереть а там вытащить товарищи например из локации на себя водрузите идти используя только пистолет допустим общем такое другие прикрывают чтобы он там очки получил и в нем же опять когда ноги перебивают это просто жесть идешь хромаешь сока не бежать ничего это вообще мне это больше всего бесило ноги перебивают они раз гранату кинул сам себе ноги перебил волной и пока ты гранат вообще шикарный или были но звук это все блин кто взрывал в этом заводе в этом где в офисном помещении вверху на страну тоже делом вот эти раздевалка я как вот там взорвал гранату были это просто и в наушниках был я думал у меня перепонки лопну я положил короче всех ботов которые там были они к двери подходили я кидаю и только взрыв этот блин короче одного зацепила волной он выбежал из зданий там полег и другой еще тоже его откинул вообще выкинула и в общем лампы лампы с потолка валяются получается десятка чаются блин там искр иначе спускаюсь на второй этаж ниже который там все лампы валяются блин все искрят блин то есть взрывной волной лампы снизу сорвало на потолке это не просто так взорвалась взрывной волной еще там и меня через стенку взрывной волной ноги меня побила то есть переломала не стрелял мне ничего не происходило просто горят и горят не разбить ничего с ним не сделать вот грену кинешь когда блин эти лампы просто у меня тухли поэтому вот эти именно которые такие ртутные двойные вот 60 на потолке я управлял настольные лампы которые в общаге там стояли убегай с губи ты чё блин там губи блин как труд засел тех тут слышно зато хорошо его блять весело не ну все-таки вот опять же лучше надеюсь скоро будет повод снова связаться давай и вы на нить ждем новости постов хорошо не ну вот все таки вот общаемся сейчас получается и у каждого есть свои какие-то впечатления об игре причем такие есть прям яркие чего ждали от игры хотя бы впечатление она их дарит то есть получается и так как только в сингловые игры не зависал сколько в эту демку оттаркова ну вот что будет когда она выйдет это уже будет совсем другая история могу сказать сколько период сколько стрелялок я играл нет одной меня так не было страшно именно стрелять именно вот этот страх умереть сейчас класс этот потерять и все потерять не было адреналина главное чтобы с выходом новых патчей я опять же прислушивание там они прислушиваются к игрокам к тестером и игру как могут сделать лучшие по словам тестеров так могут сделать и хуже я смотрю вот они такие вот самые такие значимые кто-то посоветовал они вот например ящики вот эти лутать первое время вообще меня это вот сбежал что надо было их лутать то есть мышка постоянно нажимать искать искать а потом раз они сделали то есть чтобы это удобнее было то есть открывать то он сразу начинает сам искать куда-то тоже это очень игроки просили они прислушивали сделали ну и тир конечно вот тир я просто жду чтобы под себя оружие настроил вышел в тир посмотрел опять ушел посмотрел и посмотреть а то ты его собрал а потом еще на локации смотри было бы это классно на мобильник я очень хочу мобильную версию тира допустим таркова чтобы ты мог подкарактеристовать там пособирался оружие да на мобильнике посмотрел разброс как он стреляет там на мишени и уже пришел там компьютерной версии нормально себе при подобную штуку же и собрал на типа приложения какого-то да 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 мобильный телефон приложения где навешиваешь модификации и смотришь там дальность да там например убойная сила разброса оружие ведет но я понял да 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 ну и это был днем было бы фантастике с не было подобных реализованных приложений на мобильнике то есть ну как как минут 22 приложения оружие с тиром я знаю на мобильнике в зависимости от модификации у тебя как бы оружие по-разному тебя ребят понял ну а в целом получается игру ждать стоит просто куда идешь блять и нахуй блять вот ты мудак сука блин вот такой вот здесь я я честно жду как бы не тоже прямо отслеживаю там но жду каждый день на форум захожу смотрю не появилось ли об обновлении я так почту смотрю и в группе смотрю обязательно в контакте блин это самая посещаемая группа в каждые там сколько-то что я захожу что-то маленького нихрена блин как это вижу мостю захожу на вот все ждем обновы как только обновы выйдет это опять же новая волна заходов новая волна прохождений смотрений и сделание выводов и вот сейчас запустить большой патч и вести уже дальше просто небольшие обновления там неделю давать когда народ успокоится и будет просто ну да поярно поярно и на самом деле надо было да не знаю если опять же они может выберут на самом деле свою политику там большой патч там раз в месяц раз полтора месяца либо каждую недельку но маленькие доработки опять же кто-то ждет там блин когда когда а маленькими патчами и доработками получается как бы движуха создается вокруг проекта что на месте не стоит а потихоньку потихоньку совершенствуется да вот не на народ вообще успокоится на полгода да да я папач на онлайн и дай ежедневное о еженедельное обновление на какие-то там бак бак фиксы не надо не все там нового там еще и еще бы две-три локации но скрин тыс новой уже фигурировали да 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 я офигел когда увидел в лесу самолет самолет лежащий да 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 я сразу как только вот увидел гляжу какой-то лес я вижу я этого леса не видела стопотом а неужели локация лес будет и тут он потом лежит буянов пишет это из нового кации лес думаю ну я вообще красавчик промоутал но лежит дерево незнакомое таких деревьев нигде нету сколько я пробегал и таких деревьев не видел а вот так иди потом ну все думаю это стоподово новая локация танка точно нигде нету так вот на этот угол укреплены у него либо у города парков были да ответственно с этим так в городе вроде говорят в любой дом можно зайти и он будет такой раскомнат состоящий крен и вы решите плен как он там нарисован в здании я представляю какой-то большой нот как там показывали комнаты ну типа разрез сверху комнаты и вот это мы были сказали это гораздо больше чем в общаге если там уже гораздо больше чем в общаге если чага полтора часа присос как на тому идет да просто жесть классно классно пока то что обещали что видишь хотя бы сейчас даже опять же учитывая что очень мало народу этим проектом пока занималась до альфы до но самой игрой там что за около 45 занимается остальные типа рекламы сайты вот этой всей бедой ну а мы в целом хотя бы будем иметь товарищей под рукой с которым можно будет сразу выйти найтись выйти там в группе отряда на форуме сразу там собраться выйти походить хотя бы не ни одному и не ждать пока кто-то соберется хотя бы предложение тогда у меня еще тогда будет предложение когда вы запустил онлайн сделать на мобильнике какую-нибудь оповещалку общую чатовскую line по моему есть такая такое приложение на мобильнике да где можно отписаться о том что сбор сбор там сбор сегодня там сбор тогда-то чтобы все были даже тех у кого нет возможности компьютера подойти на мобилку пришло кто может подойдет кто не может не подойдет приложение line да да по-моему line называется надо посмотреть что приложение мне есть всякие вибиры и ватсап и такая вот ты сука нормалей нахуя туда идешь вибирь создать либо вот line line просто вибирь есть а вот line line надо в общем это дело надо продумать на самом деле да чтобы да там сегодня там то-то-то-то-то хоп приходила да и всякие разные новости тоже значимы дорожного ходили до бывает ой блин ребята чё там не позвали а то ой я не знал там еще только ну да как раз пришлось и на мобилку сообщить у нас народ получается там писали у кого-то там уже поздно ночь будет у кого-то то есть очень много твоих поясов за действия по московскому времени до 6 до 6 30 работы там на дорогу туда-сюда пока ну вот с восьми часов я в принципе каждый день могу то есть если надо я приду поиграюсь с командой а так ну не всегда просто играю это понятно не ну просто хочется движуху создать по тому же самому по игровому времени вот не удобно послодорочный будни играть вечером нежели по на выходные на выходные у меня вообще другие там предпочтение он мистер пандует прислал ссылку посмотреть к выбрали вы миссары да я уже посмотрел кого выбрали вы миссары там пять человек из российского сегмента из русскоязычного опять же взяли просто этих модератор ну да да я тоже так понял что взяли модераторов но они кстати тоже наверное работу нормальную проделали за это время что альфа была там же много вопросов все написалось много чего отслеживать приходилось правда думал что и миссаров будет больше не ну я тоже думаю что это вот первая волна те те кто просто следит за группами форумом и группами вот а потом будет продвиженцы из ютюберов ни одного ютюбера хотя хоть планировал ну да там же они расписывали вот эти как получается по полочкам как критерия да какие нужны именно эмиссары там блин именно продли именно продвигать этот там чисто техническая сторона проекта этот там коммуникабельность так и то такие вещи ну вот и пандует пишет что надо цеплять нам этого человека пока он совсем не скис это терминатор этот из game review надо брать мне гневную ну а чё там негатива много просто каждый человек по-разному относится к негативу свой адрес кто-то его сильно близко к сердцу воспринимать так это пофиг да они у него не у него я такой у него нигде не негатив ему денег просто не приносит те которому хотел а ну ждать от ютуба больших денег это я не знаю не приносит он много денег то он ругался то что эти люди рекламу подключали на браузерах за блоком а ну это чтоб на ютубе реклама это не высвечивалась да ну это же нормально сейчас многие этим занимаются я тоже на он я не буду видео пускать из вас будет а блок это он как-то проверить что ли может как получается есть статистика где показано количество просмотров и коммерческих просмотров коммерческий просмотр это когда была просмотрена реклама а давно ее и приводил потому что у него аналитика и из-за того что появился на опере блок рекламы и у него доходы со 100 долларов упали до 35 долларов за один месяц он 100 долларов за месяц заработал нифига себе туда нормально у него еще капает так тени интернет подписчику ним просмотрим просмотр но потому что тысяч просмотров по моему было 15000 не помню 5000 подписчиков 5 400 и более 600 тысяч просмотров только что посмотрел но дело не в этом делаю но я не знаю я допустим не просто как проект нравится хочется с людьми которые тоже заинтересованы этим проектом и собираться и ба и тупо получать удовольствие от игры вот тупо даже так согласен просто кто-то хочет кому-то интересно там монтировать видео так ты выкладывать там ничего то кому-то жалко времени если он с этого ничего не получает не но даже тупо вот посмотреть даже на примере кс гоу есть там вот эти крупные уже там люди которые давно играют в кс гоу там показывают всякие фишки секреты всякие там какие-то интересные моменты из игры стоп то на таркове именно наш отряд наш канал наша группа может именно быть первыми кто этим будет именно заниматься именно показывать всю красоту все прелести все секреты все интересные движухи в игре то есть по-любому будут кланы цапаться с кланами какие-то там споры устраивать как то вот ну создавать движух как говорится и это будет интересно как и смотреть так и участвовать в этом тебе как клану то что к отряду к этому из-за того что у меня именно перспективы вот этого что это все я смогу еще увидеть потом на ютюбе да это это просто интерес это интерес вас вокруг проект это ну на самом деле создавать движуху это всегда приятно и создавать и участвовать в движухе какой-то именно с единомышленниками как называется то есть вот так заработать я не знаю на этом возможно ли будет на этом заработать это было бы хорошо да невозможно просто получить удовольствие как как вот в игру в я говорю я от альфы таркова получил больше удовольствия чем одно манская и мафии вместе взятых даже если в три раза умножить это удовольствие столько не получил взаимно но на мафию вторую я потратил ровно два часа игры на мафию 2 или мафию 3 просто мафия 2 мне понравился ловая море мне вообще не на мафию 3 на мафию 3 я подарил два часа мафию 2 я прошел сказать на всех уровнях сложности поэтому я вот просто по ютубу смотрел там вроде в мафия 3 там туда-сюда два-три дня я ажиотаж прошел и хоп и и понеслись перепрохождение мафии 2 потому что люди уже хотели атмосферу хотели сюжет хотели вот фишки эти и нихера не бы не получили а уже как говорится писюн стоит пришлось удовлетворяться старенькой мафии 2 да 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 я это же паспорт по поставился мафию вторую ночью при проходить вот я еще не начал она у меня стоит ну вот как то так ладно ребят давайте-то на этом и закончим рада что всем зашли присоединились надеюсь на следующих сборах уже будем обсуждать обнову обнову надеюсь пачка да выйдет и здесь народу будет побольше что в группе пусть будет об этом я вниз я а что еще раз в группе говорю если что в группе на и что заходить сюда и время да 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 все обязательно обязательно это все я даже тебе больше скажу нынешнее собрание мне сейчас даже записывается на аудио всякий случай не ну просто в будущем если все прям круто пойдет почему бы не выложить первое собрание там сидела нету там без ников без ничего просто просто картинка и просто голоса но вот картинка что вконтакте первый сбор там red call вся эта фигня и никаких ников ничего только голоса прикольно я кстати ожидал что будет записывать да вот так вот ну просто решил если ну просто очень много людей которые хотели побывать но может по времени не смогли попасть еще что-то надо чтобы все-таки были в курсе знали как это все это происходит хотя бы приблизительно и большая просьба на форуме дублировать из там встречи потому что я вконтакте редко закажу в группы на форум часто на форум закидывал сразу же я сразу кинул в две группы своих к себе на страницу скопировал и в форум забросил также еще в стиме сообщества создал и наверно туда тоже буду выкидывать что если кто в друзьях имеется или в группе в steam вступит тоже чтобы приходило сообщение оповещение и конечно же вот насчет вибера или какой там программы тоже подработали сразу хоп у человека приходило сообщение как-то так создать группу да и все да да это кому подразобраться пройти голосование в каком какой менеджер определяем для группы да 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 согласен согласен ладно ребята да спасибо большое я тема за участие давайте всем пока пока пока